Ничего не меняется И нырял в сравнительные жизнеописания Его взору открывались алые стяги легионеров С вышитым лучами знаком Сатурна Конные атаки сардаров на фаланге македонского Белое изваяние покалеченной Мойры у входа в Эпидавр Потом все это, в смысле концерты, остопиздило окончательно Да и бабла он накосил немало Он женился на Мондовошке-поклоннице и переехал в Германию Мондовошка оказалась нормальной девкой Он залудил с ней двух сыновей Открыл магазинчик по торговле компьютерами И жил себе нормальненько до сорока лет В изучении Плутарха он продвинулся вглубь и вширь Сделав настольными книгами греческие вопросы И еще несколько произведений, подлинность которых оспаривается исследователями И которые потому печатаются под именем Псевдо-Плутарх В день сорокалетия в дверь его дома в Гамбурге постучались Он только что закончил чтение бесед на Перу на языке оригинала Ладный молодец, прозовощеки от счастья, сообщил ему прямо с порога Я так рад передать вам эту новость Вас ждут с концертами в России Да кто эту хрень сейчас слушать будет, сказал он Будут-будут, закивал головешкой молодец И гнусаво пропел Белые розы, белые розы... Ну ладно, ладно Поехали, сказал он Собрал чемодан и полетел на родину Ей-богу, страна дураков, подумал он Вглядываясь в заполненный до пределов стадион Он дал сорок шесть концертов за пятьдесят два дня И привез домой восемнадцать чемоданов денег Вскоре он купил в Бразилии плантацию по выращиванию орехов кешью И уехал туда со всем семейством Жизнь его протекала неспешно Сыновья выросли Появились внучата Которые уже почти не говорили по-русски В произведениях Плутарха Его все больше привлекали Ликедеманские пресловия Короткие, язвительные А часто оскорбительные Замечания гения В адрес современников Старею, с грустью думал он В семьдесят он похоронил жену Он долго стоял у могилки Отдавая дань памяти Своей мандовушке Которая безропотно всю жизнь Сносила его мерзкий характер Затем сел на лошадь и поехал в усадьбу Неудачи преследовали его Не урожай продолжался третий год Банк, в котором он время от времени Занимал деньги, лопнул В общем, на краю жизни Ему, похоже, предстояло оказаться банкротом На родине тоже происходили бурные события Там было что-то вроде революции Судя по комментариям местного телевидения Но это было далеко А смерть жены и грозящее банкротство Было здесь, рядом Во дворе Фазенда его ждал странный тип Одетый в гавайскую рубашку Бриджи И кожаное пальто Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова